Митя отпускает под подписку о невыезде. Сразу после освобождения он мчится к Лизе в больницу. Однако жена встречает его холодно, так как убеждена, что муж ей изменяет. Гущина и Тарас хотят отнести кассету с показаниями Киры в милицию. Митя просит их не спешить. Он говорит, что понял, кто стоит за ограблением и намерен сам за себя постоять. Анатолий требует от Киры вернуть золото и узнает о существовании кассеты с признанием. Да. Удивил, ничего не скажешь. Десять лет не виделись. И вот ты являешься и начинаешь загадывать загадки. Хочешь сказать, не понимаешь, зачем я пришел? А ты лучше объясни. Объясняю. Киря. Киря? Первый раз слышал. Что за Киря? Просвети? Слушай, не ерничаю, а. Хорошо тебе известный Киря. Нам все рассказал. А мой друг записал все это на диктофон. Вот запись его показаний. Что дальше? Вот думаю, отнести ее к следователю или нет. Ну послушай, раз ты пришел, значит, чего ты хочешь от меня? О чем? Денег. Ты знаешь, я тут поняла одну вещь. Я поняла, откуда все мои неприятности. Ну откуда же? Из-за нас с тобой. Нельзя ли пояснить? Можно? Твоя жена все про нас узнала, так? Ну подумаешь. Квартира мне уже не светит. Ну почему? Ой, слушай, не делай из меня дуру, а. Теперь год, а то и три она тебя будет держать в ежовых рукавицах. И не даст потратить тебе ни копеечки без ее ведома. И что? И я решила, что наши отношения надо заканчивать. Теперь нас с вами, Павел Андреевич, связывают чисто деловые отношения. Вот так, значит? Да. Что ж, понятно. Что понятно? С вами, Анастасия Александровна, понятно. Ты, Анастасия, отлично осведомлена о всех делах фирмы и, соответственно, о моих проблемах. И ведешь, знаешь, как кто? Кто? Как крыса, которая нашла течь в трюме. Только я тонуть не собираюсь. Я запомню, как ты повела себя в трудную минуту. Запомню. А теперь возвращайся в свое рабочее место. Пока в свое рабочее место. Привет, пап. Я надеюсь, нелюбовный роман. Угу, конечно. Пособие для поступающих. Пытаюсь освежить. У меня завтра экзамен. Угу. Что, волнуешься? За себя ни капельки. А за кого что волнуешься? Неужто за госпожу Соболь, а? Пачу, мне за нее же и поволноваться нельзя, что ли? Да лучше бы все-таки ты за себя волновался. Па, у меня все нормально. Я готов. Мне главное, чтобы Ника сдала. Хотя у нее неплохой репетитор. Шансы хорошие. Что-то ты очень самонадеян. Угу. Смотри, ведь провалишься на экзамене-то, а? Обидно будет, что вместо физики лирикой занимался. Ты меня пугать пришел, па? Да нет, ну почему? Я пришел пожелать тебе ни пуха, ни пера. Угу. Спасибо. Ну тогда, как говорится, к черту. Ну что ж, пойду к черту. Угу, иди. Дама позволит заказать ей что-нибудь, выпить? Нет, Гер, я выпить я не хочу. Тогда коньяк и что к нему полагается? Там все что угодно. Спасибо. Я пришла, чтобы с тобой поговорить. Ну, серьезный разговор. Очень. Ну, хорошо, я весь во внимании. Гер. Да. Помнишь, ты, когда мы были на пикнике, ты сделал мне предложение выйти замуж. Ты говорил это серьезно? Абсолютно. Я никогда в жизни не был так серьезен, как в тот день. То есть, ты действительно хотела на мне жениться? Да. Я сделал тебе предложение, и вот уже почти неделю я терпеливо жду ответа. Верка, я согласна. Я согласна. Официант, отмените коньяк. Принесите нам шампанского самого дорогого. Гер, подожди. Я... Не торопись. У меня есть к тебе одно условие. Денег от тебя я никогда не возьму. Уже сыт. По горло. Тогда что? Твои люди взяли Кирю. Предположим. Меняю эту кассету на Кирю. Зачем тебе этот зэк? Хочешь разобраться с тем, кто тебя подставил? Не твое дело. И что будешь делать? К следаку пойдешь? Нет. Не пойду. А почему я тебе должен верить? Где гарантии, что ты с этой кассетки не сделаешь копию? Мое слово. Ба! Слабовато. Словечко-то. Это твое слово. Слабовато. А я даже с такими подонками, как ты, всегда свое слово держал. Так что решай. Или ты мне веришь. Или я иду к следователю. Петр Александрович? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Депутат Мосгордумы Шматов. Я официально курирую образовательную программу. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Спасибо. Вы, наверное, в курсе дела, да, что городской бюджет выделяет средства для финансирования образовательных программ. Но мы, естественно, не могли оставить ваш вуз без внимания. Спасибо, спасибо. Ну, вы знаете, сколько профессора получает. А про студентов вообще молчу. Вот, 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 вот. А мы выделяем средства не только на образовательные программы, но даже на поощрение талантливых студентов. Дополнительные средства были бы очень кстати. А что для этого требуется? Официальная заявка, по которой будет вынесено определенное решение. Ну, если бы требовалась лишь официальная заявка, вы бы все отправили по почте. Ну, вы же знаете, что многие вузы посылают такие заявки, но не все по ним получают деньги. Прекрасно понимаю. Но, может быть, у вас есть все-таки неофициальная просьба? Ну, в общем, да. И вот, чтобы быть абсолютно уверенным в решении комитета, я хотел бы попросить вас посодействовать мне в одном вопросе. Конечно, я вас слушаю. У меня есть личная просьба к членам приемной комиссии. Да, вот так я поступала. Так, а что у тебя там? Быстренько. Ой. Ой. Я заслушалась. Ага, ага. Так. Это вот первая, вторая, потом... Так, подожди, подожди, подожди. Где пятая задача? Так это же стереометрия. Ну, что? Что стереометрию решать не надо? Надо. Ну? Надь, ну я в этих задачках не зуб логой. Так, это бесполезно. Боб вообще говорит, что моя женская логика на высшем уровне. Боб, Боб говорит. Ты вообще знаешь, что в любом письменном экзамене пятый вопрос, как правило, задача по стереометрии. Я в курсе. Ну? Боб поможет. Он задачки эти щелкает, как орешки. Боб, Боб, на Боба надейся, сама не плашай. Вы с Бобом уже один экзамен. Прощелкали, хватит. Значит так, сегодня весь день мы сидим с тобой и решаем задачи по стереометрии. Вопросы? Возражения есть? Нет. Умница. А к вечеру обещаю, эти задачки будешь щелкать у меня. А лучше, Боба. Угу. Ну, хорошо. Женская логика. Вперед. Пятую, пятую. Угу. Ну? Давай выпьем. Давай. За то, чтобы наши желания всегда исполнились. Угу. Прости все, что хочешь. Я ради тебя готов на все. Гер, я прошу, чтобы ты избавил ювелирный дом моего отца от долгов. Очень неожиданно. Да, Гер. И предоставил доказательство мне все бумаги. А как ты себе это представляешь? Кредит давал не я, а Шматов. Я знаю. Но ведь это ты договаривался о кредите с Ашматовым? И ты же можешь на него влиять? У тебя с ним хорошие отношения. Ну, хорошо. Хорошо, я сделаю все, что смогу. Гер, только, пожалуйста, я прошу не все, что смогу, а все, что я прошу. Пожалуйста. И тогда я выйду за тебя замуж. Ну, что ж, мне все понятно. За исключением одного. Ну, что? Что тебе еще не понятно? А где во всем этом место чувства? И что же? Ты вот так отдашь мне эту кассету. Взамен на зэка. Мы разойдемся в разные стороны. И ты все забудешь, да? Даже не надейся. Ты начал против меня войну. И так тебе просто это с рук не сойдет. Ну, вот видишь, как я могу пойти тебе навстречу, раз ты собирался мне мстить. А я тебе объясню в последний раз. Спокойной жизни не жди. Я найду способ с тобой расквитаться. Но сейчас у тебя есть возможность избежать расплаты. Ты отдашь мне Кирю. И пока мне тебе ничего не нужно. Хорошо. Завтра получишь своего дружка. Нет, Толя. Сегодня. Тогда вечером. Мне это лучше. Не надо этого придурка ужином кормить. Где и когда? В девять в парке. Договорились. Ну, тебе сегодня лица нет. Случилось что-то? Ничего особенного. Не обманывай, я же вижу. Я поссорилась с мужем. Ссора в лечении не помощник, а ты забудь. Если пустяк. Или помирись, если что серьезное. Пустяк. Боюсь, что он меня разлюбил. Да, глупости, это ерунда. Как ерунда? Да, конечно, ерунда. Я же видела его. Правда, издалека, но видела, как он на тебя смотрит. Смотрит, говорите. Да, встречается с другой женщиной. Это, по-вашему, ерунда? Красивая, молодая. И деньги у нее есть. Да, если он и встречается с другой, так не из-за ее здоровья и денег. Она еще и красивая. Это тоже не главное. Поверь мне, я в жизни повидала. Главное, не устраивать мужчинам сцен. Тогда и ссор не будет. И на сторону не бегать не будут. Как у вас все просто получается? Выходит, что это я во всем и виновата? А то как же? Не нужно винить других. Прежде нужно самой нести ответственность. Здравствуйте. Добрый день. Я бы хотела поговорить с Павелом Андреевичем. А по какому вопросу? По личному. Как вас представить? Гущина и Екатерина Васильевна. Секундочку, подождите. Проходите, Павел Андреевич. Вас ждет. Спасибо. Здравствуйте, Павел Андреевич. Катя, здравствуй. Заходи. Сто лет не видел. Насколько я помню, в списках абитуриентов есть фамилия Шматов. Это ваш сын? Да, вы не ошиблись. Но моя просьба не об этом. Мой сын отлично подготовлен. И вот те задачки, которые вы даете своим третьекурсникам, он решает просто левой ногой. Ну, так тогда проблем точно не будет. Ну, и можно вас заранее поздравить с поступлением. Вы меня не дослушали. Мой сын не должен поступить в ваш вуз. Не понял. Почему? Потому что он провалится на вступительных экзаменах. Теперь вы меня понимаете? Ну, давай, рассказывай, как твое дело. Присаживайся. Павел Андреевич, я пришла поблагодарить вас за участие. Катя. В судьбе моего сына. Катя, ну, почему такой официальный тон? Прости, Паш. Я просто подумала, столько лет прошло, что ты мог все забыть. Не мог. Откровенно говоря, я часто думал о тебе. Я тоже. Ну, честно сказать, я действительно пришла поблагодарить тебя за Мить. Да брось. Я же увидел, что парень не виновен. И Таня в этом уверена. В конце концов, он твой сын. Но я не мог по-другому. Спасибо, что ты не оставила его в беде. Да ладно. Хватит. С ним все будет хорошо. Давай о нас. Нам здесь что-то вспомнить. Да, действительно, то, что нас с тобой связывало, я помню очень хорошо. Я ничего не забыл. Да я понятия не имею, что там женщину прииметил твой муж. Но я знаю, что мужчинами управлять научиться можно. Неужели? Как же можно управлять свободным человеком? Вот именно, что свободным управлять можно. Но если дать ему эту свободу, тогда он шелковым станет и по струнке начнет ходить. Ну, что значит дать свободу? Я и так его насильно ни к чему не принуждала. Но когда... Когда мужчина все время подозревает, уличает, обвиняет, он должен все время оправдываться и будет искать спокойной жизни. И изменять начнет, если до этого ничего такого не было. Ну, что же мне делать? Подскажите. А ты помирись с ним. даже если там что-то было, ты сделала вид, что ничего и не заметила. Трудно принять то, что причиняет такую боль. Но ведь ей муж не сладко. Если вы будете все время так мучить друг друга, то и не заметите, как ваша любовь умрет раньше. Раньше, чем я, вы хотите сказать? Да раньше, нежели ты это успеешь заметить. А с чувствами обстоит дело так. Гер, я тебя знаю тысячу лет. Угу. И если бы ты мне не нравился, на этого разговора просто не было бы. Понимаешь? Понимаю. Вот. Тогда зачем такие условия? Гер. Да. Ты должен доказать мне свои чувства. Как в сказке. Понимаешь, в чем дело? У меня чувства к тебе, а не к твоему отцу. Гер, ну я не могу начинать свою личную жизнь, когда в моей семье проблемы. Тоже верно. Хорошо, Танюш, я тебя понял. А ради того, чтобы ты была моей, я помогу своему будущему тестью. Да. Только ты не обижайся. Не забудь про бумаги, ладно? Конечно, ты же мне не доверяешь. Гер, ну что ты? Я тебе верю. Но бумаги есть бумаги. И все нужно. Завтра ты их увидишь. Как, завтра? Да, завтра. Так быстро, а как ты успеешь? А что тянуть-то? Ну, хорошо. Тогда и со всем остальным тянуть тоже не будем. Завтра же отпразднуем помолвку. Ты мне докажешь свое чувство. Да. Как только ты исполнишь мою просьбу. Все, Герочка, мне надо бежать. Мне пора. Пойду, обрадую родителей. Хорошо. Я сейчас догоню. А вот ты меня любила? Да, конечно, Паш. Ты мне тогда, можно сказать, голову вскружил. Такой красивый, высокий. А как галантно ухаживал. Было дело. А помнишь, как ты мне ко мне на балкон с цветами залез? Да, конечно, помню. А почему ты тогда не зашел? Ведь у меня как раз родители в отъезде были. Да там такое дело было. Когда я лез на балкон, я порвал штаны. Как я? К девушкам в таком виде. Ну, я бы себе их зашила. Да, мне еще так досталось за эти лучшие выходные штаны. Сильно попало? Да ерунда. За любовь можно многое стерпеть. Все. Кроме предательства. Катя, уже много лет прошло, а я вас все мучше, я Синя не могу понять. Сейчас, конечно, все позади и ничего не изменить. Вот объясни мне теперь, вот почему все вот так вышло? Ты о чем? Почему ты тогда ушла от меня? Я тебе говорил, будь осторожен. Говорили. Я тебе предупреждал, не лезь в криминал. Предупреждали. И что? Что мы теперь имеем? Мы сидим и решаем, что нам лучше сдать? Улику или свидетеля? А знаешь, что мне надо сейчас бы сделать? Догадываюсь. Да, да, да. Арестовать тебя прямо здесь и сейчас за организацию грабежа. Ну, знаете, мне кажется, вы не станете этого делать. Кажется ему. Конечно, не стану. Я с вами так завязан, что сам по уши в дерьме окажусь. Ну, для этого я и пришел замять это и в ваших интересах. Слушай, ты мне не указывай, что мне здесь делать. Я свои интересы знаю. Кирю. Значит так. Меняем кассету на Кирю. Но ведь свидетель же. Тебе мало того, что ты по обвинению в грабеже ходишь, ты что, убийство хочешь на себя повесить? Но если он начнет давать показания... Не начнет. Во-первых, давать показания против нас ему невыгодно. Он сам себя в землю закопает. А во-вторых, свидетель всегда лучше, чем кассета. Но свидетель свои показания изменить может. На кассету не надавишь. Я боюсь, что Гущин что-то задумал. Он сказал, что обязательно отомстит мне. Естественное желание, между прочим. О, Господи. Значит так. Я поеду с тобой на стрелку и этому мстителю рога пообломаю. Спасибо. Спасибо в карман не положишь. Ты за спасибо не отделаешься. И передай отцу, что я недоволен нашим сотрудничеством. Все, езжай за кирей. Я тебя должна еще раз предостеречь. Если ты будешь тратить нервы попусту, ты не вылечишься. Наверное, вы правы. Надеюсь на это. Я постараюсь. Надеюсь. Спасибо вам большое. Да не за что. Ну как не за что. Тратите на меня свое время. Учите уму-разуму. Слова правильные говорить. Да это учение ни к чему не приведет. Если ты будешь слушать только слова, а не их смысл. Смысл. Я пытаюсь его понять. Только очень тяжело. Трудно поменять свое отношение к некоторым вещам. Я тебе очень хочу помочь. И я могу это сделать. Но только ты должна услышать мои слова. Иначе я бессильна. что ж. Я правда буду стараться. Поверьте мне. Я действительно хочу вылечиться. Я хочу любить Митю. Я хочу увидеть, как мой сын станет взрослым. Вот. Вот это уже хорошо. Считай, что первый шаг к выздоровлению уже сделан. так, вставай давай. Мужики, здорово. Все, я могу идти? Лицом к стене, руки за спину. Опа, прям как ВТУ, матросская тишина. Мужики, ой, 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 ну, мужики, ну, а, ну, ну, зачем вот это? Ну, ну, слышь, ну, ну, вы же меня знаете, я же буду молчать, как рыба об лед. Да, ну, в самом деле, ну, давайте вы меня отпустите домой, пошутили и хватит. Я сейчас пойду. Э, 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 ну, а это зачем? Слышь, да вы что творите-то? Да не, пусти меня, я говорю. Вы что, меня мочить собрались? Я кричать буду. Помогите! Да ну вы что, я кричать буду? А-а-а! Я кричу, ну, не надо, ребят, ну, что вы? Заткнись, придурок, а то вместо салона в багажнике поедешь. Ага, ладно. Я, Паша, ушла, чтобы не мешать вашим отношениям с Любой. Чему? Она мне все рассказала. Что рассказала? Ну, что беременна, от тебя. Ну, ведь я с ней стал встречаться только после того, как ты бросила меня. Ну, я не знаю, во всяком случае. Ребенок у вас очень скоро родился. А какому ты ушла? Никому. Говорили, что у тебя кто-то был? что у тебя? Да нет, Паша, никого у меня не было. Ушла я, потому что обиделась на тебя. Катя, скажи мне, пожалуйста, Митя, чей сын? А у меня, у меня, у меня Баша, кроме тебя тогда мужчин не было. Митя. По-моему, что это такое, что у тебя ехали, что у тебя вошли, а может быть, и вошли. А может быть, что у тебя? ¿ transformation? Ждите здесь. Вот тебе она, господин полковник. Какими судьбами, господин полковник? Кассета при тебе. Вот она в чем дело. Тогда понятно. Кассету. Сначала Кирю. Отпустите. Ты, кажется, не понял, щенок. Здесь приказы отдаю я. Кассету. Я верно вас понял. Вы хотите, чтобы ваш сын провалил экзамен? Именно, именно, именно. В этом и состоит моя просьба. Я ничего не понимаю. А вам и не надо ничего понимать. Вы хотите помочь своему вузу? Ну, конечно, хочу. Вот, вам надо сделать так, чтобы абитуриент по фамилии Шматов провалился на экзамене. Хорошо. Ну, убей меня, бог. Я не понимаю, зачем вам это. У нас действительно хорошее образование. Безо всякого рекламного обмана, уверяю вас, ваш сын получит у нас прекрасные знания. Я... Вы будете довольны. Дело не в качестве вашего образования. Просто у меня есть свои личные мотивы, о которых вам знать совершенно не обязательно. Утопить студента, конечно, на экзаменах легче, чем вытащить. Ну, если вы говорите, что он обладает такими знаниями, думаю, сложно это будет сделать. И, при том, это будет выглядеть некрасиво. Ну, вы уж постарайтесь ради своего вуза-то, а? Слушайте, а может быть, сделать проще? Ведь можно просто потерять документы, например. Нет, 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 нет. Он должен именно провалиться на экзамене. Ну, да, как я понимаю, один из побудительных мотивов это воспитание. Ну, возможно, возможно. Ну, и так вы мне поможете? Посмотрим. Посмотрим, что можно сделать. Ну, что ж, большое спасибо. До встречи. До свидания. Господи! Боже мой, боже мой. Значит, у меня есть сын. Которого вчера ты спас от тюрьмы. Не зря я всегда к нему хорошо относился. Чувствовал, ходит. Ну и тогда Митя и Таня, оказывается, брат и сестра. Выходит, что так. А ты знаешь, что Татьяна влюблена в Митю? Ну вообще я догадывалась. Куда ты смотрела? Ты же все знала. Ну Паша, ну понимаешь, я думала, что все это несерьезно. Знаешь, ну детская влюбленность, а потом у Мити есть жена и сын. Да многих это не останавливает. Да нет. Митя, он очень порядочный и верный муж. Это во-первых. А во-вторых, я поговорила с Таней и просила ее не вмешиваться в Митину семейную жизнь. Мне кажется, она меня поняла. Да ничего она не поняла. Любляна как девочка. Ну Катя, Катя, ну почему ты раньше мне ничего не сказала? Ну Паша, ну я не хотела, не хотела рушить вашу семейную жизнь с Любой, да и твою тоже не хотела рушить. Ну, а нашим детям. Ладно, а нас мне же что с тобой поговорим? Если честно, ты поговоришь с Таньяной. Паша, 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 я прошу тебя, Паша. Паша. Что? Ну будь, пожалуйста, с ней, ну поделикатней. И вот что еще. Хочу тебя предупредить. О чем это? Чтоб ничего не трепал? Чтоб прежде, чем что-то затевать, ты семь раз подумал. А то у тебя могут быть большие неприятности. Интересно, и какие такие неприятности? Ну мало ли. В сопротивление милиции или попадешься на хранение наркотиков. Вариантов у меня много. Короче, я тебя предупредил. Как интересно. Сам полковник милиции мне угрожает. Можете не волноваться, господин полковник. Я, в отличие от вашего дружка, Шматова, играю по честным правилам. И вот с этой кассеты я не сделал ни одной копии. Она в единственном экземпляре. Понятно. Хорошей службы, господин полковник. student service Заходи! Мам! Мама! Мам, ты где? Мам, привет. Привет. Здравствуй, Герочка. Здравствуй. Мам, где папа? На работе, где же ему быть? Жаль. Ну, значит, папу мы потом обрадуем. Ника! Бабушка! Идите все сюда. У меня для вас замечательное известие. Итак, Никусь, у меня для вас сюрприз. Мам, это мой жених. Мы с Герой решили пожениться. Ой, какие вы молодцы. Ой, как я рада. Ну, слава богу, Герочка. Герочка, я тебя поздравляю. Спасибо. Поздравляю, поздравляю. Как я рада. Поздравляю, женишок. Спасибо. Отхватил себе невесту на миллион долларов. Ника! Завтра побежим свадебное платье покупать. Никусь. Ну, тогда до завтра. Такая красивая пара вы. В белом, все в белом. Оба блондины. Так, все. Ну, счастливо. Позвони, расскажи, как ты поговорил. Обязательно. Передавай привет Мите. Катя. Хорошо. Еще, Катя, я хочу сказать, я очень рад. Я тоже. Ну, до свидания. До свидания. До свидания. Митя, ну, погоди. Митяй. Друг, да подожди, ну, спасибо тебе, Митя. Отличненько. Вторая плюха за два дня. Ну, ладно, за тебя-то я понимаю. За дело меня прессанул. Не то, что эти козлы уродские. Ты вытащил меня, зачем? А тебе не понять. М? Ты же меня за три копейки продал. Митя, а что ты порешь? Ты же понимаешь, что я сам никогда в жизни бы этого не сделал. Ты знаешь, как они меня там прессовали? А это уже никому не интересно. Что сделал, то сделал. Увижу тебя с Ириной. Ага. Оторву все, что отрывается. Понял? Не обмани только. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»